доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик на прошлой неделе вышла статья в газете стреляем говорящий о том что правительство планирует организовать в бен гурион в центральном аэропорту израиля экспресс и тестирование на коронавирус надо отметить что правительство также планирует организовать тендер чтобы самые лучшие страховые компании могли прийти и соответственно все это перешло из государственного учреждения в частные владения надо надо понимать что правильный экспресс тестирование это залог безопасности не только нашей страны но и соответственно восстановление туризма как и соответственно отлеты из израиля так и соответственно прилеты и других туристов в израиль надо отметить что одна из таких фирм страховые фирмы david shield который имеет офисы в германии на кипре и в австралии в других странах уже рассказала как это будет происходить такие экспресс точки тестирования на коронавирус будут включать себя два этапа и соответственно пройдя эти проверки будет безопасно зайти в самолет и соответственно те страны которые требуют достаточно строгие и документы о том что человек не болен коронавируса прежде чем пересечь эту границу данной страны соответственно будет два этапа первый этап начинается за 72 часа человек проходит по всей стране будут специальные такие лаборатории при том или ином страховом агентстве соответственно будут туда приходи будет проходить первый первая проверка на коронавирус который был ответ который будет приходить в течение суток надо отметить что данные будут приходить на мобильный телефон или на email второй этап такой двухфакторная такая вот проверка будет проходить непосредственно в аэропорту и соответственно будет экспресс проверка и результаты будут приходить сразу на телефон или на e-mail плюс ко всему это будет безопасно то есть если человек получает отрицательную проекта что он не болен может быть допущен до самолета и соответственно и все эти документы будут у него и он по прибытию в страну назначения будет предоставлять эти все необходимые документы в виде sms или виде пол и мэйла надо отметить что и по возвращению из-за границы этот израильтянин или соответственно другой гражданин зависимости от уже от этапа данных проверок будет тоже проходить на коронавирус и соответственно будет необходимо пройти небольшой домашний карантин или в гостинице карантин еще это мы не понимаем как это будет работать так как это проект пилотный это только тендер это только сейчас будет разрабатываться по возвращению домой человек будет тоже получать результат и таким образом мы понимаем что ворота нашу страну могут быть абсолютно стерильными израиль одна из первых стран которые этим и гордимся которая дает ответ на нынешнюю ситуацию на новую ситуацию с эпидемией новую жизнь во время эпидемии надо отметить что это наверняка не последняя такая биологическая атака в скорость и соответственно наращивание скорости проверок наращивания результата скорости результата будет сокращать во многом данные и любые эпидемии данные эпидемии надо отметить что и разрабатывается об этом мы рассказывали не один раз и другие способы проверок которые будут давать результат за 15 минут за 10 минут что в принципе приведет мир к такой ситуации когда эпидемии будут не так страшны надо отметить что данный пилотный проект который будет начнется из тендера в аэропорту естественно его со временем и каждый человек сможет это делать при посещении того или иного культурного мероприятия при посещении ресторанов при посещении больничных касс и в общем любого любое место в будущем в зависимости от того насколько быстро мир научиться и получать результат а мы знаем что одна из больниц и на севере израиля уже проходит тест на 15 за 15 минут чтобы приходил результат на тестирование на коронавирус с чем быстрее будет ответ тем меньше шансов чтобы это болезнь распространялась или другая эпидемия не дай бог если она будет распространялся тест на скорость данном случае ответ на проверку дает возможность восстановить как сферу туризма которая за которой тянется многие цепочки будь то разные транспортные компании будь то гиды соответственно целая индустрия постепенно постепенно начиная с израиля и потом в зависимости от того как страны будут подстраиваться под это будут восстанавливать свой туризм восстанавливать другие свои мероприятия экономики на без раташем будем и дальше наблюдать за изменением ситуации за улучшением ситуации в общем все в руках небес и соответственно нам нужно делать максимум здесь как понятно полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео и другими видео с друзьями комментируйте если у вас есть какие-то вопросы если у вас есть какие-то мысли оставляйте комментарии идеи предложения пожелания пожалуйста не стесняйтесь и с божьей помощью мы будем свидетелей больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности берегите себя будьте здоровы до скорых встреч